Надежда Крупская приезжала в Рязань в 1930 году, рассказывает краевед Игорь Канаев. Ее все помнят как идеолога советского образования, основателя пионерского движения, человека, который занимался комплектованием детских библиотек. В нашем городе Надежда Крупская, как доктор педагогических наук, выступала на первом окружном съезде учителей, который работал на трех площадках. Это здание театра на Соборной, это здание дворянского собрания, красный зал так называемый, и школа номер два, где она выступала уже перед учителями. И три мемориальные доски были в Рязани, посвященные ей. Осталось две, к сожалению. На театре, театр на Соборной, этой доске лишился. Я думаю, она должна быть восстановлена. В честь Надежды Крупской 50 лет назад назвали улицу в Московском районе Рязани. Сейчас на вопрос о том, кем была Надежда Крупская, можно услышать самые разные ответы. Кто такая Крупская, помните? Нет, я, к сожалению, здесь не живу, поэтому ничего вам не могу сказать. Чем известна она? Моя жена была Ленина, значит, она была революционеркой. Это, по-моему, жена Владимира Ильича Ленина. А чем она еще известна? Вот это я сказать не могу, с историей меня плоховато. Единственный бюст Надежды Крупской в Рязани – 150-летие встречается в сугробе на территории одного из предприятий на улице Высоковольтной. Когда-то здесь было строчевышивальное объединение «Рязанские узоры». Оно носило имя Надежды Крупской. Бюст из карельского гранита украшал вход в административное здание. Теперь непрекаянный, ни к селу, ни к городу. Хорошо бы поставить на улицу имя. Тем более, что сегодня же 50 лет ее рождения. В 1969 году эта улица имени Крупской, Надежда Константиновна, она родилась. Сейчас здесь частные предприятия. По некоторым данным, бюст убрали на время ремонта. Вернется ли он на прежнее место и когда это произойдет – неизвестно. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Танислав Кудряшов, телекомпания «Город».